Ребят, всем большой привет! Меня зовут Татьяна. И вы знаете, сейчас неожиданно как-то поднялся у людей интерес к серым, серебристым макияжам. Ну, наверное, это на волне палетки Джеффри. Я же сегодня хочу рассказать вам про палетку Charlotte Tilbury. Называется она The Rock Cheek. Это не новинка. У Charlotte она вышла уже достаточно давно. Но так как сейчас снова вспомнили про серые макияжи, то сегодня хочу вместе с вами сделать вот этот вот серый макияж. Плюс к палетке чуть-чуть-то будет тинта от Armani. И как бы такой сегодня мини-обзор сделан на эту палетку. Я покупала эту палетку вместе с новинкой от Charlotte, которая синяя палетка. На ту палетку у меня уже был обзор. А вот эту серебристую палетку я, в принципе, хотела уже давно. И когда она у меня появилась, я поняла, что, оказывается, с серыми макияжами не так-то легко. Я скажу, что я пробовала делать макияж с этой палеткой, ну, раз пять. Вот конкретно этот макияж. Все что-то было не то. То тушевку слишком высоко я задирала. Но на самом деле серые оттенки очень коварны тем, что если где-то переборщить или где-то что-то сделать не так, то сразу начинаешь выглядеть как, ну, вот макияж из девяностых такой у меня получался. И я понимала, что нет, ну это не то. Я вам признаюсь честно, мне с этой палеткой не легко. Вот здесь вот есть вот такой вот серый матовый. Это единственный матовый оттенок в этой палетке. И я, когда покупала эту палетку, мне казалось, что эта палетка все-таки более светлая. И я думала, что серый оттенок, вот этот матовый, он будет, знаете, как такой базовый, на котором потом все красиво можно будет растушевать. Но он достаточно темный. По насыщенности этот оттенок точно такой же, как оттенок сверху, только этот сатиновый оттенок сверху. Они абсолютно одинаковые, но отличаются просто финишем. Получается, что нет какого-то светленького оттенка, ну не считая вот этот вот, но этот вот здесь вот в уголке я сегодня добавляла, и он не подходит, знаете, как первый оттенок, который мы наносим светлый. И получается, что такого оттенка в этой палетке нет. И в целом я заметила, что палетки Шарлотты, и особенно вот эта серая, достаточно монотонны. В них нет каких-то, знаете, переходных оттенков, вот мне не хватает. Это, конечно, не во всех палетках Шарлотты, но достаточно часто есть у нее такое, то есть она, ну не считает нужным, что как-то вот тут вот уголок сбоку надо чем-то затемнять. То есть даже вот сюда, в эту палетку, просится черный скорее, либо наоборот, более высветлить вот этот серый матовый, то есть чтобы наоборот он был светлый, тогда уже тут были бы какие-то переходы. А так, по сути, вот эти все три оттенка, вот этот раз, два и три, они по насыщенности все одинаковые и по тону, и по насыщенности, и по темноте, по светлоте. Поэтому единственный выход, который я нашла, это добавлять все-таки какой-то базовый, такой серо-коричневый оттенок сюда, в складку века. Я сегодня в макияже использовала вообще скульптор от Ирилуи, я его ближе потом покажу уже в самом макияже, и так как он достаточно холодный, но все-таки там присутствует вот этот коричневый пигмент, он, этот оттенок как раз работает в переходном между кожей и вот этим серым, потому что просто тушевать серый по коже, ну пытаться его увести куда-то, знаете, в ноль, но у меня не получилось, честно вам признаюсь. И моя проблема была в том, что я часто пыталась тушевать этот серый, ну как бы растушевать его в ноль, и он у меня доходил сюда до бровей, и тут уже здравствуйте, тетя Марфа. Я для себя поняла, что в этом сером макияже, первое, для меня, для меня это сработало, нужен переходный оттенок, холодный, растушевочный, коричневый, и стараться держать тушевку, чтобы вот здесь вот палец влазил между бровью и тушевкой, то есть вот так, если можно пальцем провести, значит нормально. Ну это мои какие-то выдумки, в общем, на самом деле не такая же эта легкая палетка оказалась для меня в ежедневных макияжах, я все-таки думала, что она более светлая, и что это будет такой, знаете, легенький серенький макияжик за 5 минут. Что касается вот этого светлого оттенка, то в принципе тут ничего особого нового нет в палетках Шарлот, это достаточно классический ее такой немножко песочная текстура, он достаточно плотно, хорошо наносится плоскими кистями, тут проблем нет. И вот этот вот спаркл, самая красота в палетке, мне нравится, что он наносится отлично кистями, также плоскими, я не очень люблю использовать палец, но как бы как пальцем, так и кистью прекрасно наносится. И знаете, что я еще обнаружила, что этот спаркл очень-очень близок к тому спарклу, который есть в палетке Шарлотты, вот в этой вот рождественской лимитке. Единственное, все-таки есть разница, да, они не идентичны. Это вот этот вот оттенок, но вот здесь чуть-чуть добавлено голубенького. Буквально капелюшечку вот из этой палетки этот спаркл уходит в голубизну. В серой же палетке ничего голубого нет, но вы знаете, практически этой разницы не видно, ну вот минимальная. Кстати, вот этот вот светлый оттенок, он не серый, он немножко такой перламутровый, то есть чуть-чуть с теплинкой. И оно, я вот сейчас смотрю, прикольно перекликается вот с этим вот скульптором, который я носила самым первым. И на самом деле макияж уже не смотрится таким холодным. Даже несмотря на мой типаж такой холодный, еще у меня тут вот серый волос растет. Но когда я делала чисто серым, мне казалось, что это уже перебор. Я не знаю, какой должен быть типаж, ну какая должна быть внешность, что просто можно было взять серый оттенок и чтобы это пошло. Все-таки чуть-чуть теплинку, когда сюда добавляешь, мне вот так вот понравилось больше. В целом сегодняшний макияж меня более-менее наконец-то устроил, потому что до этого все, что я сделала, ну такое, что-то мне не очень получалось. В качестве вывода хочу сказать, что палетка сложноватая для меня лично оказалась. То есть она такая не для начинающих, так точно. Если вы так подумываете над этими серыми оттенками, все-таки, ну не знаю, примерите, присмотритесь, подойдет ли к вашему типу внешности. Потому что реально серые оттенки, ну не всем идут. И я это даже на себе почувствовала, потому что я считала, что все холодные оттенки мне идут. Но на самом деле оказалось, что нет. Сейчас предлагаю посмотреть макияж, где я вблизи все подробно рассказываю. И там будет хорошо видно, как работает каждый оттенок. Чтобы макияж не выглядел слишком уж холодно, я хочу в складку добавить скульптор от Эрилуи. Он такой достаточно холодный, но при этом не настолько холодный, как серые оттенки. Просто я пробовала растушевывать серый в кожу. И нет, оно немножко и все-таки не хватает какого-то переходного оттенка между серым и цветом кожи. Сейчас возьму кисть N-Beauty S8 и вот этим матовым, ну в складку его в общем занесу. В палетке этот оттенок кажется светлее. Но на самом деле для меня, для моего типа внешности он достаточно темный. Поэтому я стараюсь наносить его очень аккуратно. И вот с ним очень сложно не переборщить. То есть нужно стараться слишком высоко его вот сюда под бровь не заносить. Иначе получается тогда эффект продавщицы. Если наносить его без вот этого переходного коричневого, то тогда макияж, ну вообще очень холодный получается, очень серый. И сложно, не знаю, даже моему такому холодному типу внешности не очень это идет. Я вот сейчас стараюсь вообще тушевать очень-очень аккуратно. Но вообще прикольно, вот он с этим вот базовым коричневым свешивается. И получается уже не такой холод. Возьму кисточку Валерия Де. Это новый для меня бренд. Я решила попробовать, увидела у некоторых визажистов. И вот здесь вот краешек. Просто она такая тоже коза. Но в отличие от InBeauty такая пожестче. И вот ей уже хорошо оттягивать этот серый чуть-чуть вот сюда в край. Я хочу еще взять кисточку InBeauty S18. Вот она остренькая такая. И пройтись прям по внутренней складке. Короче, прям прочертить. Потому что S8, она туда не особо залазит. Она больше для тушевки. А вот чтобы не было здесь дырки, лучше вот прям туда. Вот эта вот кисть, она прям очень круто подходит. Вот, видите, она... Да, честно вам скажу, тушуются тени. Ну, откровенно тяжело. Даже несмотря на то, что я все-таки сделала такую чуть-чуть подложку. Но тушевка на веки, которая бы меня устроила, у меня как-то вот особо и не получается. С этим матовым и с этой палеткой. Оно вроде как бы нормально, но лично мне хотелось бы, чтобы тушевалась как-то получше. Но вот сколько я не вожу, вот эти вот линии, которые вот от моих складок, они никуда не уходят. Ну, как-то так оставлю. Хочу сейчас взять вот этот светлый оттенок. Кисточка Makeup Secret B197. И нанесу его вот сюда, во внутренний угол. В оттенках этой палетки есть чуть-чуть теплота. То есть это не чисто серый. Но вот особенно в этом светлом видно, он такой больше перламутровый. Хорошо, что Шарлотта не стала делать его белым. Вот оно прям спасает ситуацию. Очень симпатичный. Но он смотрится хорошо вот с этими серыми. И сейчас возьмем вот этот серый сатиновый оттенок. Нанесем его просто в уголок. Он на самом деле от серого матового вообще никак не отличается по оттенку. А так он просто сатиновый. Им хорошо дырки какие-то заполнять, которые вот здесь у нас от матового остались. Ну и Sparkle. Беру плоскую кисточку из палетки Urban Decay. Можно носить и пальцем, но я так не люблю вымазюкивать пальцы, честно вам скажу. Поэтому, если можно нанести кистью, ну оно такой, конечно, красивый эффект создает на глазах. Но, не знаю, то ли черного здесь не хватает в складку, то ли что... Ну вот мне кажется, что палетка слишком монотонная, как в принципе многие палетки Шарлотты. Но тут прям вот совсем никаких переходов нет. Если бы я еще теплого оттенка не добавила, оно бы совсем было просто все серое. Ну, не знаю. Например, в Рождественской там есть черный, и там уже как-то больше переходов. Время карандаша. Я вот так сейчас хочу тоже, как всегда, минимально провести. Типа стрелку. Неожиданно я решила взять вот этот карандаш от Luxe Visage 5. Это такой серебристо-синим оттенок. Я, на самом деле, его практически еще не пробовала, может, буквально один раз. И что-то заходилось мне не черное сделать слизистую, а вот этим серебристым оттенком. Не знаю, что сейчас получится. Он вроде как серебристый, но с такой маленькой голубизной. Добавим буквально чуть-чуть акцента. Не думаю, что это сильно будет заметно издалека, но, в принципе, просто не будет прям очень черное прорисованное. Хочу взять теперь вот такой серебристый тинт от Armani. Это оттенок 43. И попробую его чуть-чуть вот сюда в уголок добавить. Чтобы просто чуть-чуть сверкало. Вот такой итоговый макияж у меня получился. А на сегодня это все. Рада, что досмотрели мое видео до конца. Жду ваши лайки и комментарии. И до новых встреч. Заходите обязательно в следующие видео в гости. Пока!